У каждого летнего месяца в России есть свои сезонные символы. В июне люди покупают клубнику, в июле черешню и абрикосы, август традиционно считается месяцем арбузов и дынь. Два года назад на Спасской земле зародилась новая традиция проводить арбузную ярмарку-фестиваль. В этом году он прошел в селе Летно-Хвалынское Спасского района. Учитывая, что мы район сельхозпроизводителей, мы решили провести его около федеральной трассы на территории района, таким образом, чтобы с трассы было видно, чтобы было удобно производителям приехать сюда, разместиться. Организаторы фестиваля постарались, чтобы он запомнился всем не только как торговое, но и культурное событие. Программа сопровождалась фольклорными и народными песнями в исполнении творческих коллективов района и города. Да, это же прекрасно, это же самое лучшее, ведь у нас такая пора, такой сезон, такие большие сочные арбузы. Арбузам будет всегда почетно, и особенно, когда ты живешь в Спасском районе и городе Спасгдальний. Также все желающие могли принять участие в конкурсах селфи с арбузом, слоган фестиваля и угадай вес арбуза. Что вот решила поучаствовать в конкурсе, на удачу. Как удалось узнать массу? Путем гадания. Ну, потому что сказали 6,87 близко, 6,85. Нет, 6,86. Вариантов только один был. На протяжении многих лет именно Спасские арбузы по праву считаются лучшими не только в Приморье, но и во всем дальневосточном регионе. Я живу в Владивостоке, приехала сегодня в Спасский ярмар арбузов. В Владивостоке едим в Спасский арбуз только. Наши арбузы в этом году очень сладкие. Ну, не больно крупные, но очень сладкие и как никогда сахаристые они. Фестиваль арбузов стал настоящим праздником для детей и взрослых. Скучно не было никому. Это было сочное, яркое и запоминающееся мероприятие, которое порадовало огромным количеством развлекательных площадок и, самое главное, дегустацией спелых арбузов. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.